Через шесть месяцев посему моему векселю повинен. Это самый ценный экспонат на выставке, посвященный банковскому делу в Енисейском краеведческом музее. Подлинный вексель 1879 года этим летом нашли археологи на территории усадьбы Баландина. Выписан он некому Галенскому на небольшую сумму всего 100 рублей в обмен на товары. Именно такие документы учитывались первым в Енисейской губернии общественным банком. Мы видим, что в Енисейской губернии проживало на 17-й год 689 тысяч человек, в Енисейской в это время 7 тысяч. И оценка имущества составляла 613 тысяч. Если мы поделим в проценте, то посмотрим, что мы в выигрыше по отношению и к Каннску, и к Качинску, и к Минусинску. 155 лет назад в Енисейской губернии появился первый общественный банк. Именно о нем емкий документ написал Михаил Прокопьевич Миндаровский, подлинник на выставке за стеклом. Здесь же можно рассмотреть редкие интересные монеты, самые большие банкноты и, например, самые дешевые. Есть машины прошлого столетия, которые помогали банковским работникам. Экспонатов более сотни, от банистики до нумизматики. Енисейский музей является хранителем многовековой истории. Конечно, каждая наша выставка, она приближает нас к празднованию юбилея, к празднованию 400-летия. И каждой выставкой мы хотим больше рассказать о каких-то конкретных достижениях, которые были у нас в истории. Еще один редчайший экспонат на этой выставке – варшавская монета, которая так и называется – денежка. Отчеканена она в 1857 году. Известно, что это один из первых денежных знаков Енисейского общественного банка. Но ценными здесь являются не только монеты прошлых столетий. На выставке представлены и современные деньги, которые имеют большую ценность. Обратите внимание, может быть, у вас где-нибудь завалялась монета 10-рублевая 92-го года или копеечка 98-го. Они сделаны из особого сплава и принадлежат определенному монетному двору. Приглядитесь, может быть, вы тоже можете стать миллионером. Анжелика Александрова, Степан Хрисанфов. Новости.